Мы подходим к последнему разделу, к самому, скажем так, редкому материалу. Самый вкусный. На десерт поставили. Тем самым устойчивым, кто дольше всех досмотрел. Значит, сейчас мы поговорим об использовании артиллерии в Черкесии, в частности, о пушках конкретно. Были ли они вообще у черкесов, если были, то какие? Да, действительно, тема из тех, что мы перечислили, наиболее редкая в плане того, как ее изучали. Но мы попробуем что-то вам рассказать. Итак, черкесские пушки, черкесская артиллерия. Ну, как вы понимаете, если мы начинаем о том говорить, значит, она была. Уже была, значит, есть о чем рассказать. Но ключевое слово «своя» или, как это, импортная. Вот это вот сейчас и будем выяснять. Итак, своей артиллерии, то есть изготовленных своими руками на территории Черкесии, пушек у горцев или, как их называли часто, у закубанцев очень долго не было. Ну, по крайней мере, до 1830-х годов. Но были другие пушки, скажем так, привозные, импортные. То есть, до этого периода фиксируется в документах периодическое применение легких полевых пушек, которые они получали, ну, скажем так, условно, на прокат у турок. То есть, они им выделяли. Ну, вот парочка исторических примеров использования фрагментарного, но все-таки использования черкесами артиллерии в начале 19-го века. Поход генерала Вильяминова летом 1825 года в землю Абадзехов. В Майкопском ущелье, в районе современного города Майкопа, русские строят укрепленный лагерь на реке Белой. Вот. Окрестные Абадзехи, как могут, вредят работам и даже вывозили две пушки, днем стреляя по рабочим, а ночью они из них бомбардировали лагерь. То есть, вот, 1825 год, две пушки используются для такого беспокоящего огня по русскому лагерю в районе Майкопа современного. Ну, вот еще одно свидетельство. Война русско-турецкая 1828-1829 годов. В ее начале турки передали горцам восемь пушек, которые они пытались использовать вот в каких-то боевых столкновениях. Но, как мы сразу уточнили, что это пушки, выданные как бы, ну, не то чтобы на прокат, но это турецкая артиллерия, которую часто выделяли с необходимыми запасами, которые рано или поздно заканчивались, там, ну, и порох, ядра. И, ну, как минимум, с парочкой турецких артиллеристов, инструкторов, которые часто и занимались такими тонкими вопросами, как сама стрельба. Как только, например, пропадал, ну, куда-то исчезал или отзывался турецкий инструктор-артиллерист, заканчивались ядра и пушки, ну, все, стрельба прекращалась. Вот. Потому что главная проблема для адыгов была, ну, как бы, степенью усвоения, насколько грамотно они могли пользоваться этими пушками. Потому что для этого нужна, ну, математика, то есть знание математики определенное. Что такое угломеры, квадранты, прицелы, вот эти все сложные артиллерийские, это тоже все нужно было знать и учить. Или, например, что такое пороховая трубка. Ну, то есть, объясняю, что вот есть ядро, а есть, например, граната. Но не ручная, как мы привыкли понимать, а разрывной снаряд, когда просто тело ядро, в нем есть дырочка, туда наполняется порох, разрывной снаряд, и вставляется такая, ну, условно говоря, деревянная трубочка, набитая пороховой мякотью. Пороховая мякоть горит медленно, то есть, это как запал современный. Там, на сколько-то секунд рассчитанный. Вот набивать эту пороховую мякоть, знать время горения этого запала, чтобы гранату не разорвало прям в стволе, чтобы она отлетела на определенное расстояние, вот эти сложные нюансы, как правило, для черкесских артиллеристов были недоступны. Вот. То есть, поэтому часто этот огонь из этих пушек был малоэффективен, потому что были большие вопросы с прицелами и с эксплуатацией этих пушек. Тем более, что часто из-за боязни потерять пушку, русские всегда прилагали кучу усилий, чтобы отнять эти пушки, они за ними гонялись. А дыги стреляли издалека. Вот. Ну и только ядрами, потому что вот с гранатами, с этими разрывными снарядами они совладать не могли, поэтому огонь ядром, которое может поразить только точечную цель, то есть никакого разрыва нет, никаких осколков нет, да тем более издалека, поэтому часто этот огонь был, ну, скажем так, малоэффективен. Вот. Поэтому редкие попадания, которые были, были по большому счету случайными и неожиданными для самих борцев. То есть, например, стреляют, стреляют несколько дней, один-два раза удачно попадут. Ну, вот примерно такой процент. Вот. В то время как русские артиллерию часто применяли по-другому. Они применяли пушки часто на близких расстояниях, в упор били. И били картечью или вот этими гранатами разрывными. То есть, ядро практически не использовали, потому что оно неэффективно. Вот. Что такое картечный заряд? Это мешок, мешочек матерчатый, там, ну, 300 свинцовых пуль. Есть ближняя картечь, есть датчик, дальняя. Что это такое? Дальняя картеча, она калибром крупнее, чтобы, ну, дальше летела. Ближняя, пульки меньше, ну, как ружейные, да? Потом часто, кстати, когда поисковики вот современные копают какие-то там заинтересовавшие их места, вот часто находят в земле вот так вот выкапывают веером свинцовые пули. Вот эти картечные. То есть, этот заряд картечи вошел в землю. То есть, вот так вот, такая стая свинцовых птичек, 300 пули, вот так вот, фрррр, так вот веером разлетаются. Это, ну, страшный эффективный огонь. Вот таких видов боеприпасов у черкесских артиллеристов не было. Вот. Ну, и еще скажем так, что кроме классической пушки, ведь есть и другие виды артиллерийских орудий. Вот об этом сейчас расскажем. Что, если, может быть, своих черкесских пушек и не было, зато был другой вид черкесского оружия, который был тяжелее винтовки. Это так называемые фальконеты. Ну, то есть, малое количество вот этих фальконетов у черкесов было. Что такое фальконет? Ну, во-первых, это перевод слова с немецкого «фальке», «сокол». Ну, или по-английски «фалкон», тоже «сокол», да, «фалкон». Вот русские, там, в русской, еще и до Петровской армии, такие пушки называли «соколики». То есть, это маленькая легкая пушечка. Ну, или фальконет по-европейски, да. То есть, это легкое орудие на переносном станке. Или, как вот в документах написано, железных рогатинах. То есть, колесного станка нет. Это легкая переносная пушка с единственным видом снаряда – ядром. Вот. Первоначально это могли быть самодельные орудия, которые черкесы изготавливали из железных полос. Ну, сковывали их, проковывали вместе, может быть, обручами как-то скрепляли. Такая технология в Европе тоже была на заре артиллерии. Вот. Черкесские артиллеристы переносили их на плечах. А при выстрелах клали на деревянные или металлические подставки, ну, какие-то вот рогатины, вот, например, вот, ну, примерно так вот, рогулька, вот так вот этот ствол стоит. Вот. Впоследствии к ним добавились более серьезные фальконеты, такие же орудия турецкого и английского лихия. Ну, то есть, изготовления уже более качественного и привозные. Калибр, я сказал, что это оно малокалиберная небольшая пушка. Вот, читаем текст той эпохи. Потребные для этой пушки заряды были так малы, что один человек мог нанести до 20 зарядов. Ну, то есть, на себе. Принадлежащие к ним ядра были с половину кулака. Ну, с половину кулака, то есть, это какой-то крупнокалиберный пулемет, малокалиберная пушка современная. Да, шарик серьезный, но шарик. То есть, примерный калибр данного оружия был равен, ну, 30-40 миллиметров. Ну, 3 сантиметра, 4 сантиметра. То есть, малокалиберная пушечка, переносная. Чуркесы их активно применяли. Примеры, читаем. Ну, во-первых, в набегах их не применяли, потому что, ну, конный быстротечный набег, эту пушку не потаскаешь. Практически единственный случай применения вот в таком конном набеге, это бой в сентябре 1829 года отряда князя Болотокова Джамбулата с отрядом сотника Гречишкина. Ну, известный бой, когда все казаки полегли. Вот отряд князя Болотокова применял два фальконета. То есть, описано, что, то есть, казаки получали, то есть, раны или погибали от пуль, стрел, кстати, стрел, и парочку казаков, по-моему, убило из фальконета. Вот. Сразу у меня стал вопрос, а как вот в конном набеге это все? Ну, опять же, смотрим, когда описываются, как черкесы после этого набега уходили, увозили раненых, они увозили их на бурках между двумя лошадьми. Ага. Тогда, может быть, мы кладем ствол фальконета на веревках или на чем-то между двумя лошадьми, и достаточно мобильно и быстро мы тоже уходим. То есть, видимо, примерно таким способом, вот в этих, в этом практически единственном упоминании, в конном быстром набеге этих фальконетов, они их, ну, увозили. То есть, вот между двумя лошадьми, вот раз, и быстренько потерялись. А так, в обороне эти фальконеты черкесы использовали довольно часто. Дневник поручика Николая Симоновского, 25 мая 1837 года, побережье, Приморский, Причерноморский, ну, допустим, Шапсуги. Несносные черкесы не хотят осталить нас в покое, несмотря на то, что мы не сжем их аулов. Они с разных сторон палят из фальконетов, коим числом не более трех, и уже убили одного солдата Тенгинского полка на повал, стоявшего на пикете. Перед самой смертью он закурил трубку, и когда все легли, и караульный офицер приказал ему лечь, он сказал, ваше благородие, эти лоскутники стреляют понапрасну, пуля сюда не долетит. Вслед за его словами, выстрел из фальконета, и он упал мертвым. То есть, ну, не подрасчитал, что дальность действия ружья это одно, а этой малокалиберной пушке все-таки дальность выстрела другое. Но, правда, нюанс, почему так относились? Потому что попасть вот этим малокалиберным ядром в какую-то цель, ну, точечную, было очень сложно, прицелов практически вообще не было, если были, то примитивные. Поэтому, ну, этому солдату не повезло. В частности, да. Ну, а вот в 1830-е годы у горцев на побережье появляются пушки. Опять же, вот тут же Симановский пишет. 1 июля 1837 года, долина реки Пшады, ну, движутся вдоль побережья. Черкес было около 500 человек. Они стреляли сегодня в первый раз из пушки, длинная, как на торговых судах. Ну, то есть, это, видимо, турецкая пушка, которую выделили им турки, сняв с корабля. Какой-то, наверное, лафет приспособили для этого. Но их четыре выстрела не сделали нам ни малейшего вреда. Счастье наше, что пушка их так занимала. Что они возились с ней, как нянька с ребенком. И воображали верно, что каждый их выстрел положит верно человек по 20. Ну, это если бы картечный выстрел, может быть. Но тут я уже сказал, что с картечью у адыгов проблемы были применения. Он дальше продолжает. 13 июля 1837 года, долина реки Вулан. Шли до самого Аулана, по широкому щелью. Черкесии сегодня было очень много. Но стреляли они слишком далеко, так что пули не долетали до цели. У них была пушка и 10 фальконетов. Ну, уже 10 фальконетов. Но это большой сбор, ну, такой племенной был, да. Суда транспортные наши пришли двумя днями раньше нас в бухту. И черкесы стреляли по ним из фальконетов. То есть, получается, вот, вывод какой, что вот эти малокалиберные пушченки, это, ну, достаточно массовое, частое применение этой легкой артиллерии у черкесов было. И еще и момент интересный, что вот, может быть, как я, ну, предполагаю, кроме фальконетов у черкесов были турецкие какие-то крепостные ружья. Что такое крепостное ружье? Это не малокалиберная пушка, это ружье только огромное. Вот я с таким турецким ружьем в Краснодарском музее, кажется, столкнулся, взял его на руки, ну, килограмм 25 весит. Но у него есть приклад, вот эти все причиндалы, внешне оно выглядит как ружье, но как будто для великана огромного. То есть, оно тяжеленное. Ну, естественно, с крепости, со стены стрелять можно. И вот, может быть, они у них тоже были. Почему? Вот смотрим описание одного морского боя. Пример. Бой Люгера Глубокий с черкесскими галерами 15 февраля 1837 года у Гагаринского мыса. Люгер, ну, вот это, как это, крейсерская операция вдоль побережья по пресечению контрабанды. Люгер заметил черкесские галеры и открыл огонь из артиллерии, чем принудил их остановиться. То есть, они пытались его атаковать, но увидев, что их ждет, они остановились. Но, все-таки, с некоторых из них продолжали по Люгеру пальбу 3 четверти часа, ну, то есть, минут 45 получается, более из длинных ружей, особенного на станках устройства, пули которых перелетали через Люгер. То есть, что-то более дальнобойное, но менее серьезное, чем малокалиберная пушка, по тогдашней классификации оружейные, это, ну, то, что мы называем крепостное ружье. Ну, видимо, это этот образец боевого оружия. Со временем у горных и прибережных черкесов стало появляться все больше пушек. Источники поступления, в основном, это турецкие или трофейные русские пушки, в основном с разбитых штормами русских кораблей, потому что периодически вот эти страшные бури, они губили, вплоть до, там, фрегатов, то есть, серьезных кораблей, плюс торговые купеческие нанятые корабли, у них тоже там какая-то артиллерия была. Вот. Но стрелять из них, они стали тоже, вот, чуть-чуть, ну, лучше, да. То есть, вот, 30-е годы, количество пушек увеличилось, и стрелять стали лучше. Почему стрелять стали лучше? Ну, я думаю, так это можно связать, что как раз в это время у них побывали англичане, вот, и туда стали чаще, чаще, чаще бегать беглые русские солдаты. Это, видимо, благодаря им произошло. Вот в качестве такого примера мы расскажем про один удачный выстрел. Перед укреплением на Вагинске был устроен каменный капонир, на котором красовался двухэтажный деревянный блок Гаусс, ну, для неведомой, правда, цели оборонительной. 27 июля 1841 года горцы, поставив на высоте 4 орудия, то есть, уже батарея какая-то у них, вот, открыли огонь по укреплению, окончили его 29-го числа. 27-го, ну, 3 дня стреляли, да. Повредили стены казарм, взорвали гранатами блок Гаусс, в котором на случай приступа заготовлено было 500 ручных гранат. Это, кстати, тоже интересный факт, что на Кавказе ручные гранаты применяли для, ну, там, для преобороны крепостей или для каких-нибудь там разведочных поисков. При этом взрыве погибло 8 человек, а всего во время канонады убыло и строя 21 человек. То есть, огонь явно поэффективнее, поточнее был из этой батареи, из 4-х пушек, которая 3 дня обстреливала укрепление. Ну, или англичане, или русские артиллеристы беглые помогали. Ну, последний этап развития черкесской артиллерии, завершающий этап Кавказской войны. Ну, это время Крымской войны. То есть, во время и после Крымской войны, когда кончилась на время блокада побережья. То есть, когда линия береговая была эвакуирована, крейсерство тоже кончилось, и получился более свободный доступ иностранцев, турок или англичан, французов к черкесскому побережью. То есть, несколько лет к берегу свободно приставали английские корабли, ну, или другие. И на разрушенных русских укреплениях тоже черкесы чем-то поживились, потому что часто пушки многие не вывозились, а заклепывались, повреждались и бросались. Может, что-то из этого они использовали. То есть, это уже было достаточно большое количество различных пушек. Горных, полевых, тяжелых, крепостных, ну, точнее, береговых пушек, а еще, точнее, морских, которые поставили на береговые лафеты. То есть, для береговой обороны. Хватало уже и ядер, и пороха, но, как и раньше, не хватало обученных артиллеристов. Не было хороших прицелов и надежных лафетов. Одним словом, эти пушки, как правило, были, ну, в таком, ну, плохом техническом состоянии и обслуживались нехвалифицированными людьми. Ну, так вот, например, Абадзихи в 1859 году одно из своих орудий таскали в корыте, которое им заменял лафет. В более лучшем состоянии находились пушки, бывшие у шапсугов, ну, на побережье, поскольку фактически ими распоряжались не сами шапсуги, а вот эти турецкие, европейские всякие агенты, которые в это время уже там регулярно появлялись на побережье. Вот как характеризует состояние артиллерии горцев в этом районе в 1857 году генерал Александр Борятинский. До сего времени горцы действовали против нас, пишет он, из девяти орудий разных калибров. Недавно одно орудие у них разорвало. Ну, это вот как раз на тему обслуживания, не очень квалифицированного. Четыре орудия у них на полевых лафетах, возятся лошадьми. Прислуга при всех орудиях из флебустьеров. Ну, флебустьерами он назвал вот их европейских легионеров, которые приехали на помощь горцам. Иногда они стреляют и гранатами. Я рассказывал, что гранаты это более технически сложный вид боеприпаса. Но последние разрываются, не долетая до лагеря. Потому что вот эта трубка, секундный запас, пороховой мякотью, все-таки там очень сложно это рассчитать. По черепку одной из гранат можно заключить, что она была четвертьпудовая. Но это вес. Ядер найдено много, 6 и 5,5 фунтовых, тоже вес ядра. Горцы стреляют преимущественно ночью. Иногда делали до 100 выстрелов с разных сторон по лагерю. То есть у них уже пороха много. И боеприпасов много стало. Судя по этому, и вообще по частой стрельбе из ружей, надо полагать, что им доставляются боевые припасы в значительном количестве. Судя по всему, к берегу пристают много судов беспрепятственно. Особенно много приходит этих судов к Туапсе, Пшаде, Геленджику и Новороссийску. И кстати, в 1857 году русские опять заняли Геленджик. И в Большом Парховом погребе там они обнаружили 150 пудов пороха и 500 готовых гранат артиллерийских. Порох был полированный, очень хорошего качества, явно заводской выделки. Ну то есть это подарки от союзников английских. Взятые здесь орудия были разных калибров следующих. Три чугунные коронады, калибра несколько меньше 12 фунтов. Коронады это короткая морская корабельная пушка. Медная 5-фунтовая пушка отливки 1850 года с вензелем турецкого султана. Ну то есть свежая. То есть новая, да. Все четыре на плохих крепостных лафетах. Вот эта проблема с лафетами. Кроме того, трофейный русский горный единорог на исправном лафете. И французская гаубица полуподового калибра на самодельном местном лафете. То есть получается и явные плюсы, ну и все те же старые минусы в обслуживании черкесской артиллерии. Если хорошее привезли, оно и хорошее. Да, но пока еще инструктор какой-то местный хороший, в частности одним из таких инструкторов был артиллерийский офицер Теофил Лапинский, уроженец Галиции, который служил прапорщиком в австрийской артиллерии изначально, а потом вот здесь появился. Ну в частности и рапорты тоже рассказывают, как вот например полковник Левашов о взятии Джубги писал в 1863 году. При осмотре занятой местности оказалось, что в аулах Зазиека и Шерит-Луко мы нашли, значит, ниже лавок на берегу моря мы увидели три батареи с траверсами, на них чугунные орудия 18-фунтового и 12-фунтового калибра пушки, ну и маленькая 3-фунтовая коронада на горном лафете горского изделия. За улом Шерит-Луко и в ауле Зазиека мы нашли полевой медный четверть-подовый единорог на турецком лафете с надписью «Государственный». Также жестяные ящики пороха, патроны, заряды, более 100 гранат и ядер. Ну то есть вот, опять же доказательства. Ну и если уж заключать, в конце рассказать можно следующий момент, что даже сверх какие-то современные пушки доставались черкесам на этом этапе. Вот в частности Михаил Винюков пишет в своих кавказских воспоминаниях. При покорении Западного Кавказа, в самый последний период борьбы с нами, у закабанских горцев появились даже 4 нарезных орудия, присланных англичанами из трапезонда. Ну то есть это новейшие образцы, нарезные пушки только-только тогда появились. Эту новость сообщили генералу Евдокимову как нечто зловещее. Он ответил так с юмором. Ну и слава богу, наконец-то кубанские войска получат хоть дивизион нарезной артиллерии, чтобы им противодействовать. А то он из России еще в 863 году доставили было, ну как бы пытались, но не получили, а две отправленные нарезные пушки утонули при переправе в Волге. То есть, ну хорошо, мы тоже получим нарезные пушки из Петербурга, значит. Ну и, видимо, последний самый момент, вот он меня всегда как бы интересовал. То есть, черкесы изготавливали легкие фальконеты, вот пушки в основном у них были не свои, привозные, трофейные. А вот все-таки уровень технологий дотягивал у них, чтобы они вот, ну, все-таки отлить пушку могли. И до недавнего времени этот вопрос был вообще очень сложный. Хотя, вот теперь есть кое о чем рассказать. В свое время, когда я работал в музее Фелицина, к нам вводил историю, кто-то из таких интересующихся краеведов принес фотографию, которую он сперва дал другому сотруднику с вопросом, вот посмотрите, какая интересная фотография казачьей пушки. Ну, этот сотрудник специализировался больше по-другому. Он мне фотографию дает и просит что-то по ней сказать. Я смотрю на нее минуту и говорю, это не казачья пушка, это черкесская пушка. И спрашиваю, а что это, где это и как это. Ну, описываю саму фотографию, что русло горной реки, видны камни-волуны, бурление и торчит что-то металлическое. Вот. Ну, почему я сказал черкесская пушка? Потому что пропорции, размеры явно показывали, что это такое вот, ну, кустарное литье. И сама пушка железная, потому что она вся в окислах. Если бы это была бронзовая русская пушка, она бы так не окисилась. То есть, отлили из железа, стенки были 2-3 раза толще, чем у русских пушек, чтобы, ну, не дай бог, там не разорвало ее. То есть, сам калибр маленький, стенки, ну, ствол толстый, короткий. И видно, что никто ее не полировал, не шлифовал, то есть поверхность у нее была грубая, необработанная. Вот. Я задаю вопрос, а что это, где это? Ну, это в районе станицы Даховской, в реке Белой, эту пушку нашли. Казаки местные вот спрашивают, что это такое. Не какая-нибудь ли это древняя казачья пушка? Я говорю, нет, это черкесская пушка. Вот. И, соответственно, как бы ее увидеть? Ну, и тут началась уже детективная история, потому что очень долго, как бы, не признавались. Потом через кого-то там общего знакомому удалось выяснить, что да, действительно, однажды была сильная жара, засуха, и река Белая обмелела. И это в одном из этих вот ям, там, в течении, в районе станицы Даховской, эта пушка показалась. То есть, ее стало видно, ее сфотографировали. Потом опять уровень поднялся, и она опять ушла под воду. Достать ее оттуда очень сложно, то есть, там, кран не подогнать, ну, вертолетом разве что, да. Соответственно, где она находится, знают местные. То есть, вывод такой, что, судя по всему, черкесы, по крайней мере, вот, видимо, когда покидали Кавказ, свою пушку бросили в реку, чтобы, как говорится, не доставайся, что и никому. И вот до сих пор где-то в реке Белой на дне, по крайней мере, одна черкесская пушка лежит, ждет своей участи. Да, настоящая черкесская пушка, потому что по технике изготовления, по грубости изготовления, явно, что это не русский, не армейский образец, это что-то местное. Так что, желаю удачи всем, кто попытается ее достать. Уточняйте, может быть, кто-то возьмется. Да уж. Ладно, на этом все. Всего доброго. Комментируйте. Пишите. Пишите, надеюсь, вам понравилось. Это большое, подробное и очень редкое интервью. Делитесь с друзьями. Ну, на этом, пожалуй, и все. До новых встреч. Спасибо, Константин. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok